так дорогие коллеги добрый вечер добрый вечер друзья я очень рад вас всех видеть если вы меня слышите хорошо все в порядке напишите пожалуйста в комментариях все хорошо привет добрый вечер да вот коллеги уже в чате здороваются приветствует друг друга друзья ну я поздравляю вас с началом летних каникул я надеюсь они у кого-то начались удалось начать отдыхать или как как у вас дела как у вас настроение расскажите а вот пишут что все отлично все хорошо супер друзья замечательно мы сегодня с вами будем говорить мне кажется про достаточно важную цель вы про достаточно важную тему мы будем с вами говорить про про цели урока и вообще про урок в целом и наверное начать нужно с того что же такое урок на что такое план урока как вам кажется друзья поделитесь в чате своими идеями план урока это да или урок это как вам кажется что это такое добрый вечер добрый вечер друзья добрый вечер да приглашаю вас всех участвовать актив напишите в комментариях свои идеи делитесь с нами своими мыслями мне кажется всем будет очень интересно узнать что вы думаете что же такое план урока так примерно понятно да это что то такое что мы делаем чтобы провести урок но все-таки что именно такое план урока для чего нам нужен как думаете коллеги давайте поделитесь своими идеями вообще пишите план урока или нет да нужен 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 вам этот инструмент или нет как у вас проходит обычно занятие да вот сезона пишет что это пошаговые действия виктория пишет что одна из дорожек выбранный учителем для усвоения темы спасибо виктория сезона спасибо ангелина пишет что это такой некий алгоритм задач да на конкретное занятие да я с вами коллеги согласен я думаю что это светлана пишет набор пунктов да в целом это набор каких-то действий да которые нас приводят какому-то результату который мы изначально захотели получить да то есть например у план урока может выглядеть примерно вот таким образом как такая лесенка которая постепенно наших учеников шаг за шагом готовит какому-то самому главному заданию которое обычно находится в конце на него мы обычно тратим немножко больше времени чем на все остальные ступени и в идеале это задание достигает при помощи этого задания мы как бы достигаем цели нашего урока то есть все вот эти вот ступенечки они как бы подчинены этой цели и мне кажется что если цель цель мы поставили правильно мы уже 50 процентов успеха получили вот или напиши что нужен план урока чтобы вести контроль до наталья пишет что план урока нужен последовательных действий для достижения цели а потому что если мы перед уроком не продумываем это в течение занятия конечно очень редко получается все это так логично выстроить в общем цель урока это все-таки важная штука как нам ее правильно поставить давайте с вами сейчас представим что мы шли шли по берегу реки в вашем городе красиво самой красивой реки ушли по берегу этой реки например я шел вдоль не вы и вдруг из воды на меня смотрит маленькая золотая рыбка я конечно же очень обрадовался потому что но эта золотая рыбка и она говорит мне артем привет я буду привет золотая рыбка она говорит артем слушай я вот могу исполнить сейчас три любые твои желания чтобы ты хотел друзья рыбка у вас вас спрашивает выполнить любые три желания давайте хотя бы одно желание какое-нибудь свое напишите в чате я хочу и вот ваше желание там я хочу например я хочу новую машину рыбка я хочу за я хочу путешествовать хочу путешествовать по америке там по европе по всем странам по африке хочу в австралию поехать или там рыбка хочу очень много денег вот елена пишет рыб мира согласен согласен с вами елена ангелина пишет хочу написать на когда писать наконец-то диссертацию друзья какие у вас практические цели виктория пишет хочу понять себя вот было бы здорово да я бы тоже с удовольствием эту цель я бы с удовольствием тоже да в общем вы спрашиваете у рыбки рыбка хочу новую машину хочу больше учеников хочу в отпуск вот хочу больше учеников рыбка говорит ахалай махалай и у вас ученики увеличиваются в размере у вас теперь миллион учеников вам всех нужно их учить вот да сезанна говорит я хочу говорить на французском рыбка говорит ахалай махалай и сезанна говорит на французском но на просторечном который никто французы очень плохо понимает владислав говорит я хочу выучить испанский да рыбка это халай махалай владислав оказывается в мексиканской тюрьме на 10 лет и приходится учить испанский друзья что не так вот евгений правильно согласен с вами мечтайте конкретнее да когда например я хочу новую машину рыбка дает мне брелок новый брелок в виде машинки путешествует по америке да пожалуйста рыбка говорит ахалай махалай я становлюсь дальнодобойщиком да нужно мечтать конкретнее и то же самое относится к цели нашего урока мы нас наши цели которые мы перед собой ставим должны быть очень конкретными иначе рыбка как-то неправильно будет исполнять и результат будет непредсказуем вот как нам стать более конкретным как сделать цели четкими понятными и достигать все таки вот этого результата которого мы хотим об этом мы сегодня с вами поговорим я когда готовился вчера к семинару я придумал вот эти пять целей я взял их просто из уроков преподавателей которые я проверял смотрите 1 2 3 4 5 какие цели вам друзья нравятся напишите в комментариях например мне кажется цель номер 3 да или просто номер 3 или номер 4 да какая какая из этих целей вам кажется хорошей какие может быть даже несколько вот елена пишет 1 наталья пишет 1 ага она пишет 4 writing for fce 1 1 1 как-то всем приглянулся а почему не 2 почему не 5 3 почему нет почему да 1 2 3 4 5 что думаете коллеги однажды философ сенека сказал что if one does not know to which point to each port one is sailing no wind is favorable если мы не знаем куда мы как у нас если у нас нет цели то ни один ветер не будет благоприятным для нас на это вот к тому что цели все таки нужно ставить четки цели ставить да вот если она пишет ставьте цели конкретнее отеля пишет нет конкретнее конкретик листнинг для какой цели да что за листнинг что мы будем делать конкретно просто слушать что что будет в итоге листнинга да мы просто послушаем и что для чего да согласен с вами друзья вот один все выбирает да мне кажется что один наверное ближе всего к идеалу но все-таки и и тоже можно немножечко докрутить и сделать более еще более конкретный многие из нас слышали про такую систему постановки целей smart давайте вот попробуем ее применить и для того чтобы эти цели немножко сделать более 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 конкретными более с первое специфик слове smart с буквы с первое for specific конкретные talking about appearance как можно сделать это еще более конкретнее еще более конкретным talking about appearance как мы можем уточнить еще больше потому что appearance это же много разных тем по сути да это и одежда это и описание внешности лицо да лексика по теме лицо может быть это возраст может быть это какие-то прилагательные big small вот это все это же все тоже будет входить в appearance если мы например там урок для upper intermediate готовим туда конечно мы можем целый комплекс тем скомбинировать для того чтобы поговорить о внешности на что если нам нужно например урок для уровня элементаре подготовить мы не можем взять все эти темы нам нужно немножечко конкретизировать вот светлана пишет в рамках подготовки к vpr например да это уже конкретнее да или например вот моя идея такая students will learn to describe other people's appearance to describe other people's face and students will learn to describe other people's clothes например talking about people's appearance talking about clothes говорит Екатерина да да отличная идея present continuous students will learn to describe the situation now using present continuous потому что present continuous много разных функций и если мы будем про все эти функции говорить в рамках одного урока невозможно спланировать логичный хороший коммуникативный урок если мы обсуждаем их все да есть ученикам сложно они запутаются особенно если мы говорим там про какие-то низкие уровни элементы при intermediate ну хорошо вот лиснинг к никому не понравился давайте предложите тогда какую-то какой-то свой вариант цели как вы бы исправили эту цель лиснинг как можно исправить что можно здесь сделать давайте подумаем ребят предлагайте свои идеи пишите в комментариях и как хорошо поставить цели в идеале представить себе ситуацию в которой ученики будут вот этот данный навык использовать для чего-то для чего или напишет лисын and fill in the words это хорошая задача для какого-то задания например у вас в уроке будет какое-то задание которое как ступенька ведет к общей цели главной цели но именно вот как глобальную цель урока я бы не стал это брать до ударе пишет listening for details дарья вы прям читаете мои мысли и еще лучше было бы да если это в рамках какой-то темы да для чего listening for details ну например когда мы слушаем лиснинг когда мы в реальной жизни это дело например мы в аэропорту мы слушаем пытаемся не прослушать наш рейс и или слушаем оповещение чтобы понять какому гейту нам нужно пойти чтобы сесть на наш самолет это будет лиснинг for details да и все это можно в какой-то бытовой ситуации все это обыграть да лиснинг for details in the context of an airport да окей ну хорошо а райтинг for fce да райтинг for егэш то можно здесь сделать ну смотрите что я придумал students will write an informal email здесь больше конкретики у нас конкретная простая задача которой мы наших учеников даже в рамках одного урока можем подготовить но это может быть write a story write letter of complaint ну и так далее в зависимости от того какому экзамену готовите что какой какой ваш педагогический контекст хорошо ревизион тоже никто не выбрал давайте тоже потренируемся попробуем придумать как-нибудь исправить эту цель можно ревизион да вот владислав тоже пишет listen and decide whether the following statements are true false да это хорошая хорошая установка для какого-то задания в уроке но как глобальную роль как глобальную цель для всего урока я бы наверное не стал ее брать но это очень хорошее спасибо владислав что поделились мне кажется что это вот для какого-то отдельного задания в уроке было бы замечательно просто ревизион все время сложности потому что нам же нужно делать повторение как мы без него будем раз в месяц да может быть даже чаще нужно делать ревизион и раз в полгода глобальный глобальное повторение делать и какая же будет цель тогда у этого урока как сделать ее более конкретным а что думаете ребят но у меня есть вот такой вариант например конкретизировать что конкретно повторяем revising narrative tenses например или revising functions of present perfect которые мы уже прошли да вот это было бы более более больше специфики больше конкретики да это просто примеры из пяти целей которые мы с вами взяли в самом начале но конечно в своей практике вы встречаетесь гораздо большим количеством целей и важно чтобы цель была не только конкретная но еще и измеримая то есть когда наступит конец урока как вы будете понимать что цель достигнута так как вы это проверите хорошо если в цели есть уже сразу какие-то количественные характеристики которые вам для этого помогут ну например выучить 10 новых слов по теме еда и в конце урока если 10 слов по теме и да мы выучили мы молодцы цель достигнута цель измеримое и можно измерить да но мне здесь немножечко не нравится опять то что снова мы немножечко как будто бы отрываемся от реальности она бы наоборот нужно приземляться поэтому я больше люблю формулировать цель чтобы она была измеримая как вот финальный результат я представляю себе чтобы они в конце урока должны уметь делать я дальше пытаюсь из этого выстроить весь урок и для этого очень хорошо помогает вот это вот чанк students will be able to и дальше мы присоединяем то что нам нужно например students will be able to introduce themselves students will be able to read the clock or students will be able to buy tickets airplane railway tickets students will be able to ask for directions or students will be able to write reviews и так далее в общем смысл в том что когда мы дошли до конца урока и мы делаем наконец эту большую главную активность если они справляются неуспешно мы можем спокойно поздравить себя и довольны удовлетвориться тем что цель была достигнута они научились представляться если в конце урока они могут представиться значит цель достигнута вот это немножечко помогает нам сделать цель более измеримый первый подход который я описал вот с конкретной с конкретной грамматической структуры там да или какого-то или с какими-то с количеством слов относит больше к синтетическому подходу синтетический подход предполагает что обучение должно строиться от простого к более сложному у нас ученики получают вот эти грамматические структуры в течение всего курса и в конце они каким-то образом их синтезирует поэтому синтетический и могут их использовать в речи есть второй подход который описывает как раз вилкинс на которого я ссылаюсь здесь внизу экрана он называет его аналитическим в чем суть аналитического подхода в том что мы наш нашу 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 программу курса и вообще наши уроки строим не вокруг каких-то грамматических структур вроде там present simple или present continuous а мы строим ее вокруг функций которые эти структуры имеют ну то есть максимально практический подход когда мы например вместо того чтобы писать в цели урока сегодня пройдем present simple мы пишем в цели урока сегодня мы научимся говорить о привычках или вместо того чтобы говорить что мы сегодня пройдем present perfect мы пишем что сегодня мы научимся говорить о нашем опыте или сегодня мы научимся рассказывать что что-то только что случай описывать действия которые только что случились вот этот подход называется аналитическим современные методики этот и потом этот подход используется и даже я хочу сказать что никогда он не бывает чисто аналитический чисто синтетический мне кажется оптимально для нас ну как для практиков педагогов практиков строить нашу наш калликулум от простого к сложному как делать синтетический подход но при этом вместо того чтобы проходить грамматику ради грамматики проходить ее практически исходя из того каким именно образом она используется в реальной жизни из ее практических функций то есть мы идем от простого к сложному например от to be и дальше present simple дальше past simple и так далее но в наши уроки мы строим вокруг каких-то практических ситуаций и практических навыков которые им нужны хорошо это было specific и measurable следующая буква в слове smart это a for achievable и это подразумевает что цель которую мы перед собой ставим должна быть по силам для наших учеников ну вот давайте сейчас проведем небольшой блиц опрос вы видите перед собой слова apple cake hungry fork noodles jam burger какие из этих слов как вам кажется подходят для уровня beginner какие подходят для уровня elementary и какие подходят для уровня pre-intermediate как думаете давайте сначала напишем слова для уровня beginner напишите в чате слова которые как вам кажется больше подходит для уровня beginner какие из этих слов мы туда мы будем использовать для построения урока а вот виктория пишет apple apple cake jam burger екатерина пишет jam cake apple супер супер спасибо друзья спасибо давайте теперь элементаре что вам какие из этих слов как вам кажется больше подходит для элементаре уровнем повыше так что думаете друзья что из этого thirsty hungry burger snack hungry fork snack ага это уже для элементаре мы можем в принципе да или напишет fork snack хорошо коллеги хорошо давайте теперь pre-intermediate для уровня а2 какие из этих слов уже для уровня а2 которые мы уже на уровне элементаре давать не будем noodles сезанна пишет ага noodles fork так мне не разошлись thirsty noodles snack я эти слова взял из handbook for teachers для экзамена вайл и у них есть прям три колонки и в каждой из этих колонок слова для конкретного уровня starters это при а1 beginner а один элементаре или movers или pre-intermediate flyers а2 и вот что думает кембридж кембридж думает что у нас получается вот так фиолетовым все слова для элементаре а синим все слова для pre-intermediate для чего я провел этот эксперимент сейчас с вами потому что есть изначально какое-то такое мнение что есть слова простые есть слова сложные я затрудняюсь я затрудняюсь определить насколько слово сложное или простое потому что мне кажется что на самом деле даже не это будет критерием отбора для нашего с вами урока хотя это тоже конечно важно в первую очередь мы будем черненькие слова давать элементаре да нам это важнее всего взять на этом уровне но если вдруг нам на уроке нужно дать ученикам уровне элементаре слова noodles или for я не вижу в этом ничего плохого о том чтобы научить их этой лексике то есть у нас до в первую очередь мы даем черненькие слова но если нам это необходимо можем дать и фиолетовые и синенькие слова мне кажется что здесь вот про что у чего был здесь не совсем про это а чего было это скорее про то какое количество слов реально за урок они могут усвоить и у нас объем оперативной памяти все-таки ограничены мы не можем бесконечное количество слов взять за урок ну как вот вы думаете друзья сколько у вас из практики из практики да реально учеников ученики за урок могут усвоить слов 5 10 8 как думаете друзья что у вас что вам подсказывает практика на вот ирина пишет что 15 25 за урок ирина пишет 7 12 10 7 10 15 ну в общем в среднем коллеги считают что где-то в районе 10 12 слов за урок это нормальное количество я согласен с вами друзья но больше больше слов мы все равно им не дадим это просто не имеет никакого смысла они просто их не запомнят на 10 12 слов это хорошее число и вот мы отбираем эти слова в наш урок а их так много по какому принципу мы будем их в наш урок отбирать и здесь нам помогает принцип релевантности чтобы понять какую лексику нам нашим ученикам дать нам нужно сначала сесть спокойненько заварить себе чай успокоиться и подумать для кого мы планируем наш урок да кто именно будет говорить кто это кто да наши ученики сколько им лет с кем с кем они обычно разговаривают и в какой ситуации все это будет происходить ну например ситуация замены зимней резины верно для учеников младшей школы не очень актуально а для взрослых может быть очень актуально поговорить про автомобили да например про переключение скоростей там про правила дорожного движения это может быть супер актуально и очень даже интересно да например про любовь подростки стесняются говорить может быть и для них это будет не очень актуально или вот тема едарь например да в какой конкретной ситуации реально наш ученик этого дошкольного возраста будет говорить про еду, а главное с кем, потому что это тоже очень важно. Если он говорит с мамой, о чем, в какой ситуации? Если он говорит не с мамой, то тогда с кем? И тут у нас формируется эта лексическая вилка. Наталья пишет, что частотность употребления, я согласен. Мы в первую очередь с вами массированно даем самую частотную лексику. Чем начальнее уровень, тем частотнее будет лексика, которую нам нужно им дать. Ну и, соответственно, чем выше мы забираемся по лестнице с уровнями, тем менее частотную лексику мы будем им давать. Проблема, которая у нас происходит в школах часто, это все идет от учебника, который нам диктует, заставляет проходить какую-то конкретную лексику. Вот я открываю учебник, у меня там есть список из 10 слов по теме еда, я должен их взять по программе, обязан просто. Если я их не возьму, то будет проблема на экзамене, который дети в конце будут сдавать. И часто в конце, по итогу у нас получается, что я могу обсудить все, все, политику, современное искусство, в конце 11 класса особенно. Да, я закончил, когда Иньяс, я поехал первый раз за границу, я думал, что я все знаю, я же все обсуждал, мы там Улиса читали в оригинале, я думаю, что я знал, я знаю английский язык прекрасно, но как только я сталкиваюсь с бытовой какой-то лексикой, ну вроде вот этой, да, например, возникает ступор, как сказать гречка, например, или как сказать чеснок, или сгущенка, или оливье, да, свекла, как сказать, все это по-английски. И это просто вот буквально несколько примеров, которые пришли в голову, а таких примеров много. Вот как сказать ручка двери, например, или там, я не знаю, «Вставь в розетку». Да, вот такие вещи, мы почему-то, у нас просто не хватает в программе времени на то, чтобы их дать, к сожалению. И в итоге у нас ученики очень-очень хорошо обсуждают какие-то супервозвышенные темы, но в реальности, когда вот они попадают в среду, они ничего сказать не могут, потому что просто не знают, как им не давали эту лексику. Да, вот вытяжка, половник Екатерина пишет. Да, как это сказать? Я вот даже сейчас сходу и не скажу, как будет вытяжка, я не знаю. Мне кажется, наша миссия как педагогов в первую очередь, да, вот приземляться немножечко, больше думать о контексте, больше думать о том реальном живом языке, который нашим ученикам действительно понадобится. Если мы об этом говорим, то в целом, ну, например, тему еда мы начали обсуждать, да, какие конкретно ситуации могут, вот в каких конкретных ситуациях может оказаться наш ученик. Да, он может пойти в ресторан, и там нам понадобится, какой нам набор лексики понадобится? Нам надо будет, дайте мне, пожалуйста, вилку, could you pass me что-то, could you pass me the salt, или там I would like some. И тут будет, скорее всего, если мы проходим еду, это будет, скорее всего, не название отдельных каких-то фруктов и овощей, да, скорее всего, это будет более полезная лексика, которая нужна в ресторане, это название блюд всяких разных, да, вот как раз оливье, вот это вот, да, вот это все, жареная картошка, яичница, вот это всю лексику нужно будет давать. Если у нас ученик идет в супермаркет, то в супермаркете нам нужна совсем другая лексика, да, безусловно, тут что-то с рестораном будет пересекаться, потому что это все-таки еда одна и та же тема, но в супермаркете нам не нужно оливье, да, там, вилка, ложка, да, в супермаркете нам нужна лексика вроде a bottle of milk, a can of coke, вот такое, да, нам нужно, a bag of beets. И в ресторане мы говорим с кем? Мы говорим с официантом, да, мы будем, может, говорить с официантом, это одна лексика, а в супермаркете мы вообще с кем-то говорим, да, может быть, мы не говорить будем, может быть, мы будем читать, то есть, может быть, это будет урок на чтение, или, возможно, если это какой-то маленький локальный магазин, тут, может быть, нам понадобится how much are the pickles, how much is there any buckwheat, есть ли гречка у вас, да, или если мы на кухне, если это у нас шебенок разговаривает на кухне, с кем он будет разговаривать на кухне? Ну, уж точно не с официантом и точно не с кассиром, да, с кем он будет говорить, может быть, с мамой, может быть, они готовят какую-то пиццу там вместе, да, и вот эту лексику мы будем давать. Вот это мы будем давать, и, безусловно, эта лексика во всех трех этих ситуациях немножечко пересекается, но вот эта основная лексическая вилка будет совсем другая. И мне кажется, да, вот мы сейчас вот эту цифру обозначили, 10-12 штук единиц лексических за урок, мне кажется, это правильное число, и нам надо с вами хорошенечко подумать, хорошенечко подумать, что нам нужно выбрать, да, и для этого нам надо представить ситуацию и подумать вот об этих коллокациях и чанках, которые нам в этой ситуации конкретно и будут нужны. И лучше, наверное, дать 5-6 очень хороших чанков, чем 10-12 отдельных слов, которые никак друг с другом не комбинируются. Если у меня будет 5-6 очень хороших чанков, чанк – это какой-то кусок предложения прям, который ученики запоминают, и потом в дальнейшем, когда им нужно что-то сказать, они прям кусок целиком вспоминают. Например, my name is – это чанк. Вы его запомнили на уровне элементария? Просто как кусок. My name is – и все, и вы его автоматически дальше воспроизводите. И на самом деле с другими фразами так же происходит абсолютно. Например, a cup of coffee мы запомнили целиком на самом деле. И вот чем больше мы таких чанков даем, тем легче им потом это все связать и говорить. Да, в общем, лучше дать 3-4 хороших чанка, чем 10-12 отдельных слов, которые никак связать друг с другом невозможно, и которые совершенно из разных ситуаций. Вот Ангелина пишет, у меня была похожая ситуация, когда мы сдавали госы по-японскому, и беседовали с комиссией на тему ядерной энергетики, смертной казни, суррогатном материнстве, и когда вышли из аудитории и ждали результатов, осознали, что мы не знаем, как будет чайник. Да, 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 вот согласен. В общем, мы представляем ситуацию, выбираем себе 1-2-3 хороших чанка, которые комбинируются с большим количеством слов, лексики, и даем нашим ученикам. Учебник – это инструмент, это не Библия. Если там что-то написано, то не обязательно назначить, что так нужно делать. Делайте так, как подходит вам в конкретной ситуации, в конкретном контексте. Хорошо. Следующая буква в слове smart – это буква t – time bound. Это значит, что когда вы ставите какую-то цель, нужно также думать, к какому конкретному времени эта цель должна быть достигнута. Иногда тайминг реалистичный, а иногда тайминг не очень реалистичный. Всем знакома, наверное, эта ситуация, и вы, наверное, уже как раз в июне, в мае столкнулись с этим. Приходит ученик за две недели до экзамена или за месяц и говорит, что вот мне нужно сдать ЕГЭ на 90 баллов. С уровнем элементаре. Только что решил, что нужно поступать, и вот только решил, и там оказалось нужно ЕГЭ по-английскому. Или приходит какой-то взрослый ученик, и говорит, я хочу пройти собеседование. Когда собеседование? Через три дня подготовьте меня. А у меня уровень при интермедиа, например. Я смогу пройти собеседование? Вы мне поможете? Или я хочу смотреть фильмы в оригинале? В принципе, это достижимые цели. Все эти цели достижимые. Но просто временной промежуток, который необходим для того, чтобы их достигнуть, он должен быть более реалистичный. И то же самое в нашем уроке. Мы иногда ставим себе слишком амбициозные цели. Например, цель пройти весь Present Perfect за один урок – это нереалистичная цель. Или пройти весь Present Simple за один урок – тоже нереалистичная. Мы будем это все дробить. И чем ниже уровень наших учеников, тем больше мы будем делать слайсы, тем меньше, точнее, будем делать это слайсы. То есть, может быть, нам не нужно, если мы, например, с уровнем элементария работы, и, может быть, нам не нужно проходить вот прям все грамматические правила целиком. Может быть, нам сначала взять утверждение с I, например, I like, I don't like. У нас утверждение, отрицание. В одном уроке. На следующем уроке мы можем добавить единственное число. Ну и так далее. То есть вот эти слайсики, которые мы им даем, они будут меньше, если уровень меньше. Вот. А Екатерина пишет, а в спотлайте это? Passive voice за один урок. Да, вот я вас понимаю. Я вас понимаю, но учебник – это наш инструмент. Он не должен диктовать нам. Мы его используем как помощника. И, наверное, правильнее всего обращаться к учебнику, уже когда план урока в целом сформировался, и уже понятно, что вы будете конкретно на уроке делать, уже после этого можно заглянуть в учебник и посмотреть, что мне оттуда подходит. Да. Вот. И я знаю, что у вас, скорее всего, количество уроков ограничено, и за это ограниченное количество уроков можно пройти тонну материала. Поэтому в начале года желательно все-таки учебник посмотреть, посмотреть какие-то юниты проходные, которые можно брать в очень усеченной форме, какие-то задания, которые интересные, классные, но их можно оставить на то время, когда у вас будет время, если оно будет основной фокус сделать на каких-то больших вещах, больших темах и посвятить им основное время. Вот тогда это будет возможно. Ну, в общем, цель, которую мы себе ставим на наш конкретный урок, мы должны иметь возможность ее достичь за вот этот ограниченный промежуток времени, за один урок. Ну, в целом, все вот эти буквы выстраиваются в слово smart, specific, конкретное, measurable, измеримое, achievable, достижимое по уровню, по возрасту подходящее, релевантное в какой-то конкретной ситуации для конкретного возраста подходящее. И time-bound, значит, что есть время. Ну, у нас время известно, это конец нашего урока. Хорошо, давайте возьмем smart и вот попробуем применить его к такой цели. Цель сделать 10 отжиманий. А что конкретное? Конкретное число даже есть, 10 отжиманий, то есть она измеримая. Я в конце могу измерить, то есть я сделал 10 отжиманий или нет, да или нет, цель достигнута или нет. Достижимое. За один урок сделать 10 отжиманий очень даже возможно. Бытовая ценность, безусловно, есть, потому что если у меня будет физическая нагрузка, я буду хорошо себя чувствовать, у меня будет красивая фигура, да, бытовая ценность, безусловно, есть. Ну, и мы можем это все достичь за один урок. Да, а в чем тогда проблема? Почему мы не можем поставить себе такую цель? Как думаете, коллеги? Сделать 10 отжиманий. Why not? Что же, что же, что же. Вот Елена пишет, это не цель, а задача. Наталья пишет, для чего делать отжимания? Угу, согласен. То есть вам не нравится, что это как-то не связано с языком? Наверное, да? Ну, есть в современной методике понятие коммуникативное упражнение, некоммуникативное упражнение, коммуникативный урок, некоммуникативный. Ну, соответственно, коммуникативный урок – это связанный как-то с коммуникацией, с языком. Да, то есть, вот Елена пишет, нужна подготовка. Ну, кому-то для отжиманий нужно, кто-то не очень хорошо отжимается, а для кого-то 10 отжиманий – это прям такая нормальная цель для одного урока. Не знаю. Ну, для нас, как учителей английского, мне кажется, эта цель не подходит, потому что она не связана с коммуникацией. И это легко увидеть на примере отжиманий, да, но давайте возьмем поделку, например, цель сделать одну поделку. Цель урока – сделать одну поделку. Это такая же некоммуникативная цель, как и сделать 10 отжиманий. Или цель пройти present continuous – это такая же некоммуникативная цель, как и сделать 10 отжиманий, потому что проходить present continuous ради самого present continuous – это некоммуникативно. А вот проходить present continuous для того, чтобы использовать его в какой-то ситуации, да, например, вот это вот уже более коммуникативно получается. Да, смотрите, ну, о чем я говорю. Просто пройти правила present continuous и прорешать упражнения за Голицынском – это некоммуникативно. А коммуникативно взять какую-то конкретную ситуацию, где нам present continuous может понадобиться. Но для чего нам нужен present continuous? Ну, например, present continuous может нам понадобиться, чтобы пожаловаться на кого-то. He's always coming late. Или там, he's always taking my things. Это будет прям классный, очень коммуникативный урок, очень практический про жалобы. И вот сразу же урок выстраивается. Как только представляешь себе ситуацию, сразу же много идей приходит, как это можно отработать. Или, например, present continuous может использоваться для того, чтобы говорить о том, что происходит сейчас. И мы иногда это используем для того, чтобы, например, придумать оправдание, отмазаться от чего-то. Ну, вот звонит нам какой-то человек, мы не хотим с ним разговаривать, или не хотим делать что-то, что он нам предлагает, и мы придумываем какое-то оправдание. Да, там, can you help me to wash the car? Sorry, I'm reading a book. I can't make it. Sorry. Да, вот present continuous – очень практическое применение в этом случае. Ну, вот что мы делали, мы, у нас было такое задание с… Это, кстати, задание из сборника «Мишки Граммар», которое вышло в издательство «Титул» в 2023 году. Вы, возможно, уже видели или слышали про него. Вот там есть такое упражнение. И в целом я старался все свои упражнения сделать максимально коммуникативными и практически применимыми, как вот это, да. Вот пишет кто-то тебе смс-ку, ты не хочешь с этим человеком разговаривать, и ты пишешь ему какую-то excuse for present continuous. Let's go to the cinema together. И тут я могу все, что я хочу написать. Sorry, I am washing the dishes. Занят я, в общем, не могу я с тобой пойти. И это, кстати, почему я здесь, видите, просто пустой текст, просто пусто, без всяких опор. Потому что мне хотелось, чтобы был максимально применим в mixed-level groups, где у меня ученики посильнее, ученики послабее. Когда, в принципе, я могу написать все, что я хочу, и все, что я могу. Если я даже очень слабый ученик, я все равно смогу что-то написать. Можно даже просто любые глаголы писать. Например, I am playing, I am swimming, I am reading, I am jumping. А ученики посильнее могут придумать какие-то оправдания по заковыристи. То есть все равно у каждого будет возможность такая вот диверсификации. Вот Владислав пишет, спасибо вам за него огромное, отличное пособие. Владислав, спасибо вам, спасибо за добрые слова. Да, вот сейчас на лето хорошая идея его протестировать, посмотреть, вообще вам нравится подход, подходят ли вам эти упражнения для вашей практики. Посмотреть с учениками, ученикам нравится или нет. Можно летом его затестить, посмотреть. Вот, например, да, то есть здесь у нас present continuous не берется ради present continuous, и он даже как бы не самоцель получается. Он побочно отрабатывается, а сама цель у нас научиться придумывать оправдание. Или сама структура, сама по себе структура there is, она очень полезная, но проходить there is ради того, чтобы пройти there is, это некоммуникативно. А вот проходить его в какой-то ситуации, это очень хорошая, хорошая, хорошая педагогическая практика. Ну, например, ну когда мы можем использовать there is? Для описания комнаты, да, мы описываем, что у нас в комнате находится, но надо подумать, с кем мы будем говорить и для чего нам это может понадобиться. Например, нам может понадобиться это для того, что вы, что думаете, коллеги, для чего. Мы вообще можем говорить про мебель, there is. Екатерина пишет, не видела это пособие. Отличное объяснение времен. Екатерина, спасибо. Спасибо. Зачем there is? Спасибо, Владислав, за ссылку. Спасибо, что поделились. Да, на титуле, на зоне, в принципе, есть. И там, и там доставка хорошо, быстро приходит. Да, но для чего? Давайте накидаем каких-то идей. Вот Ирина пишет, содержимое портфеля супер, супер, супер. Описание городской площади. Да, мама ребенку говорит, в холодильнике суп, картошка. Да, вот я, когда вот это упражнение готовил для сборника, я подумал, что, ну, такая бытовая ситуация, чтобы нам приготовить на ужин, да. У нас часто просто, да, бывает, открывается холодильник, смотрится, что там у него внутри, и что мы можем из этих продуктов приготовить, да. И вот я сделал просто список продуктов роддомных, и по картинке нужно сказать, что в холодильнике есть, а чего в холодильнике нет. Потом, как фоллоуап к этому упражнению, можно, например, список продуктов написать. То есть у вас продакшн будет письменный, не устный, а письменный. Но это все равно коммуникация, потому что мы пишем список продуктов для кого-то. Например, жена пишет для мужа, я пишу для себя. Это все равно коммуникация, только с самим собой. Или можно прям реально дать им задание в парах придумать какое-то блюдо из вот этих продуктов, да, замиксовать что-то, придумать какое-то... Сказать, что у них сейчас будет вечеринка для какого-то мультперсонажа, и нужно придумать для него вкусную-вкусную вечеринку, чтобы вот из этих продуктов что-то приготовить. Да, то есть много разных практических ситуаций можно из этого взять. Да, вот описать комнату своей мечты, да, например, супер, классная идея. Или у нас мы планируем какую-то квартиру, да, мы переезжаем, у нас ремонт, и мы вместе садимся с семьей и обсуждаем, кому чего нужно, чтобы где что стояло. Да, вот это очень-очень хорошо заходит. Вы как робот, учитель как робот, да, вы картинки по доске перемещаетесь со всякими вещами, а дети вам как бы дают указание, где что должно стоять. С более высокими уровнями можно это сделать даже еще интереснее, можно им раздать какие-то легенды, что там бабушка-рокер, которая будет очень громко слушать музыку, да, иногда приглашать в гости соседских дедушек, там мама, которая любит спокойствие и чтение книг, и пить чай, да, спокойно, и так далее. У каждой есть какая-то своя легенда, и вот им нужно как-то использовать эту информацию, чтобы обставить свою комнату. Описать комнату своего любимого героя из мультика, да, в паре описать комнату, а второй эту комнату зарисовывает. Вот Елена пишет, отличные идеи. Друзья, спасибо, да, идеи просто супер. Я даже сам захотел мне, которые с себя на уроку сядь. Ирина пишет, спасибо большое, пособие великолепное. Как вы рекомендуете приобрести только для учителя, и лучше, чтобы было у каждого ученика? Ну, задумка вообще, когда мы с Алексеем запланировали этот сборник, задумка была в том, чтобы снять нагрузку с учителя по распечатыванию всего вот этого вот огромного количества воркшитов, и просто чтобы у ученика уже сразу был какой-то такой набор, тревожный чемоданчик, да, если хотите. Если вы вдруг закончили занятие раньше, да, у вас все время есть план Б, да, можно всегда открыть на какой-то страничке этот сборник и выполнить там упражнение, и будет интересно. Или у вас учебник вот как раз такой деревянный, некоммуникативный, сложно по нему идти. Вот можно скомбинировать его в принципе, мне кажется, практически с любым в дополнение к какому-то учебнику можно взять. И к хорошему учебнику, конечно, тоже. Дополнительная практика – это все время нужно. В общем, смысл в том, чтобы он был у ученика. Мы, например, онлайн занимаемся, и у меня просто ученики заказали себе этот учебник, и мы по нему иногда домашки делаем, иногда в классе работаем, иногда дополнительно что-то к учебнику делаем. Вот такой вариант, мне кажется, он оптимальный. Вы можете посмотреть, что внутри, если вы еще не видели этот сборник, вы можете посмотреть, что внутри на вот этих сайтах, на Озоне, на Wildberries и на Титуле есть прям внутренности. Можно заглянуть внутрь. Ну и, конечно, вы можете всегда мне написать, если у вас есть вопросы, если вы его, например, взяли, да, и вы работаете по нему со своим классом, вы всегда можете мне написать, я буду очень рад вам помочь. Да, кстати, вы можете сейчас вопросы задать, если хотите, в чате я постараюсь на них ответить. Ну, главное, давайте так все подытожим, да, у нас есть смарт, который помогает нам сформулировать наши цели, которые будут конкретные, достижимые за один урок, реалистичные в рамках того времени, которое нам отводится. Но мы не забываем, что все-таки самое-самое-самое главное, чтобы задания были коммуникативные, чтобы мы не проходили там лексику из разных тем, не связанных друг с другом, или грамматику ради грамматики. Вот Екатерина пишет, все просто, понятно, и очень доброжелательно, спасибо. Спасибо, Екатерина, спасибо, что присоединились, был очень рад увидеться. Да, друзья, ну, если у вас остались еще вопросы после этого семинара, вы, конечно, всегда можете мне написать в сообщении, в группе можете мне написать. Если вы не знаете, как меня найти, то вот после семинара обещали прислать презентацию, там в презентации можно будет мои контакты тоже подсмотреть. А на сегодня мы с вами закончим наш небольшой семинар, буду очень рад увидеться с вами на новых встречах. Так уютно получилось у нас, так здорово, спасибо вам большое за участие, спасибо большое команде Титула за то, что нас всех вместе собрали сегодня. Да, спасибо большое за то, что организуете такие мероприятия. Надеюсь, что у нас будет еще возможность встретиться с вами для какой-то там, на какой-то другой теме. Поэтому, если у вас есть какие-то предложения, то пишите организаторам, что вот нам нужно по этой теме семинар, мы обязательно попробуем его организовать. Спасибо большое, друзья, спасибо. К сожалению, с большим сожалению, с вами прощаюсь и желаю вам яркого начала лета, пусть каникулы запомнятся, обязательно сбудется какое-то одно маленькое. Маленькое желание из тех, которые вы там перечисляли в начале семинара, пусть хотя бы одно обязательно сбудется. До скорых встреч, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok